Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги Тавита в синодальном переводе для библейского портала «Экзегет». Я ее читаю, но это одна из самых коротких глав Библии. Давайте я просто прочитаю, потом скажу то, что хотел о ней сказать. Я только напомню сначала, что у нас с вами состоялась свадьба, свадьба Товии и Сары, которую некоторым таким немножко сказочным образом Товий избавил от демона, убивавшего всех, кто пытался вступить с ней в брак. И теперь уже праздничный пир, причем Товия должен 14 дней провести в доме своего тестя, соответственно, для того, чтобы завершить вот этот брак, для того, чтобы девушка, его жена простилась со своими родными. И позвал Товия Рафаила, ангела своего спутника, о котором он не знает, как об ангеле, и сказал ему, «Брат Азария, возьми с собой раба и двух верблюдов, исходи в раги медийские к Гаваилу, принеси мне серебро, и самого его приведи ко мне на брак. И Брагуил обязал мне клятвую, чтобы я не уходил. Между тем, отец мой считает дни, и если омного замедли, он будет очень скорбеть». И пошел Рафаил, остановился у Гаваила, отдал ему расписку, а тот принес мешки за печатями и передал ему. И наутро рано встали они вместе и пришли на брак, и благословил Товия жену свою. Вот, собственно, цель путешествия — принести деньги, которые оставили на сохранение у Гаваила. И ангел в данном случае это делает. Зачем вот этот маленький эпизод повествования? Мне кажется, он про то, что мы, часто отправляясь в путь, не знаем, зачем нам этот путь на самом деле нужен. То есть, вообще-то, Тавид отправлял Товию как раз принести деньги, забрать их у того, кто эти деньги хранил. А в результате Товия вступил в брак, в результате Товия встретила ангела. То есть, то, что происходит по дороге, намного важнее той цели, к которой мы идем. Наши цели очень часто — деньги. Заработать, получить, отдать, одолжить, забрать долг и так далее. Ну, так устроен мир. И тогда уже он был устроен, это, судя по всему, два с небольшим тысячелетия назад. Но если при этом мы просто оглядываемся внимательно, если мы прислушиваемся к тому, что происходит, если мы живем здесь и сейчас, то деньги-то они найдутся. Вот потом ангел сходит и принесет, да? Возьмет с собой верблюда, сходит и принесет нам деньги, которые нам причитаются. Не думайте об этом. А вот по дороге-то может встретиться что-то гораздо более интересное. Мне кажется, смысл девятой главы именно в этом. А что же там происходит дома у Товии? Вот об этом десятая глава. Субтитры делал DimaTorzok